ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 На продажи газет влияют и другие факторы, такие как объективность и достоверность информации, а также покупательная способность населения. Читаем газеты как на русском, так и на заработженском языке. В основном доверяем написанной информации. Даже если не доверяем, все равно что-то читаем. В электронном виде я вообще предпочитаю не читать. Не знаю, когда я не чувствую, что я держу что-то в руках, чтобы я читал, как-то не кайфово. Не замечаю сокращения количества газет в киосках. Только газету «Вышка» сложно стало найти. Ее только в метро доставил. Газеты с прилавков не убирают, их запрятывают в угол. Другие вещи, как сигареты, жвачки, выставляют на передний план. Поэтому газеты остаются незамеченными. В основном у нас читают газеты, где преувеличивают и раздувают факты. И более остро пишут о проблемах. На сегодняшний день остались две оппозиционные газеты «Азанлык» и «Ени Мусават», которые в основном пользуются спросом. А другие печатные издания приносят в киоски для вида, а вечером их уносят. В этих газетах отражены только хвалебные приглаженные материалы. В целом на данный момент издаются более 30 ежедневных газет. В общей сложности в столице предусмотрена установка 50 новых киосков. Места их установки определяет исполнительная власть Баку. Однако городские власти и другие госорганы не предоставляют данных о структуре, которые принадлежат киоске. А сами торговцы ларьков заявляют, что эти объекты относятся к Бакинской мэрии. Между тем, орган саморегулирования печати Совет прессы на днях обратился в Бакинскую мэрию с предложением решить проблему сохранения передвижной уличной торговли газет путем лицензирования этой деятельности. Столичные власти пока никак не отреагировали на эту инициативу.